Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля. Вы на моем парфюмерном канале. Заходите в гости, подписывайтесь, конечно же, устраивайтесь поудобнее. Сегодня в роли злой, такой строгой, наверное, больше училки, я вам буду рассказывать про ароматы, которые можно назвать по-разному. Это как повседневные ароматы, универсальные ароматы, офисные ароматы, ароматы с умеренным, но интересным шлейфом. То есть это парфюм, который уместен всегда и везде, это то, что не напрягает окружающих, но пахнет очень вкусно и, конечно же, всегда собирает комплименты. У меня небольшая подборка, я думаю, что эти ароматы идеальным образом подходят под наш сегодня офисный стиль, поэтому давайте начинать. Начать я хочу с аромата, который надо брать и бежать любителям классики, любителям, знаете, какого направления? Направление Chanel Gabriel, направление Chanel Allure. Он, кстати, также будет сегодня в нашей подборке, потому что я не знаю, с чем это связано. Данный парфюм, хоть он нынче снят, стоит сейчас каких-то просто сущих копеек. Я говорю про свою недавнюю обновку, аромат от бренда Lolita Olympique, который называется El Lema. Вот именно так он называется. Также я все вам пропишу внизу под видео, чтобы не запутать. Друзья, ни для кого не секрет, что я очень часто делаю парфюмерные покупки на сайте магазина rendezvous.ru. Почему? Потому что здесь огромный ассортимент. Можно найти как более доступные туалетные воды, так и эксклюзив, винтаж и какие-то снятости и редкости. Также на сайте постоянно действуют скидки, распродажи, специальные предложения, что, конечно же, не может не радовать. Очень удобный формат пробников и миниатюр, когда хочется познакомиться с большим количеством ароматов, но не хочется тратить много денег. Также у них огромный выбор различных аромабоксов. И я хочу вам показать, допустим, мой аромабокс для уютных вечеров, который будет максимально актуален тогда, когда хочется создать уютное настроение и себе, и окружающим вокруг. Для того, чтобы сделать заказ еще более выгодно, применяйте в корзине мой промокод 10споли. Он действует на все заказы от 2,5 тысяч рублей и суммируется со всеми скидками, акциями, специальными предложениями, которые действуют на сайте. От 5 тысяч действует бесплатная доставка, супер выгодно, супер классно, поэтому пользуйтесь на здоровье. Я желаю вам удачных, приятных покупок, а мы с вами продолжаем. Данная линейка вообще снята давно с производства. Я не знаю, почему. Такая малышка в размере 40 мл выходит в районе 2 с небольшим тысячей рублей. А звучит, как я уже вам сказала, он в разы интереснее, в разы дороже. Это офисный аромат, это универсальный аромат. Это аромат, когда нужно пахнуть интересно, элегантно, но тем не менее сдержанным. Как я уже сказала, понравится любителям классики, понравится любителям цветочных направлений по типу Шанель Габриэль. Почему-то мне вот относят именно в ту историю, в ту тему. Для меня он по большей мере, знаете, такой супер жизнерадостный желто-цветочный букет с медовой пыльцой, с такой вот немного пудровой горчинкой, и вся эта красота оттенена также горьковатой кожуркой цитрусов. Есть небольшая кислинка, которую дают нам ягоды. В пирамиде прописана красная смородина, но как таковой вот прям красной смородины я идентифицировать не могу. Но то, что есть небольшая такая вот ягодная, очень веселая заводная горчинка, которая придает этому аромату еще большей свежести, легкости, беззаботности, однозначно, конечно же, слышна. То есть он и пудровый, он и нектарный, он и цветочный. В нем есть и тычинки, в нем есть и медовый. То есть в нем все, ладно, все складно, но одновременно с этим абсолютно не сладкий. Он очень сдержанный. И, как я уже сказала, понравится любителям такой сдержанной классики а-ля Шанель. За такие небольшие деньги это просто находка. Я считаю, что если вы любите подобного рода ароматы, с покупкой не надо затягивать, потому что я вообще не была уверена, что данный парфюм приедет ко мне. Я думала, это какая-то ошибка, потому что это у меня 40 мл, а следующий уже объем 80 стоит в районе чуть ли не 15 тысяч рублей. То есть я почему-то думала, что, возможно, да, какая-то тут путаница на сайте, и он ко мне не приедет. Но нет, все случилось, все свершилось, ароматы у меня. Я очень тепло отношусь к бренду Лолит Олимпика. Я с удовольствием поселю данный флакончик у себя на парфюмерной полке, и что самое интересное, на сайте Рандеву вообще сейчас очень классные цены на бренд именно Лолит Олимпика. Поэтому, если вдруг вам актуально, обязательно проходите, посмотрите. Да, а мы с вами продолжаем. И продолжим мы с ароматом, про который я уже заикнулась в начале своего повествования. Это Chanel Allure. Я периодически в той или иной подборке достаю данный флакончик, показываю вам, но в категории ароматов повседневных, в категории ароматов офисных, комплементарных, женственных, мне кажется, он должен занимать почетное место, он его, конечно же, занимает. Это, опять же, строго, это абсолютно не сладко, это аромат, который не играет какими-то такими вот супер-супер яркими, как я уже сказала, красками, но одновременно с этим он звучит настолько интересно, необычно, что, конечно же, привлекает внимание со стороны. Мне нравится вот это вот, что в этом аромате, что в этом, именно вот само звучание пудры, то есть пудра прям вот пыльная, с ярко выраженной горчинкой, абсолютно лишённой сладости, но в отличие от предыдущего аромата, здесь у нас вместо пышного букета жёлтых цветов нежнейшая бархатная кожурка персика. Женственный, суперстрогий, но одновременно с этим я его просто обожаю, потому что это такая рабочая лошадка, которая вас выручит тогда, когда, ну, не знаешь, чем надушиться, но надо пахнуть всё-таки как-то интересно. Я думаю, посыл вы поняли, и в том же духе мы с вами будем продолжать. В принципе, ароматы все достаточно понятные, простые, здесь нет ничего супердорогого, поэтому я думаю, что данная подборка будет доступна всем. Следующий аромат – это вот такой вот замечательный флакон от бренда Carolina Herrera. По-моему, он называется «Приве», потому что я их как-то немного путаю. Все эти фланкеры у Carolina очень много различных флакончиков, все они плюс-минус похожи друг на друга. Я вам обязательно оставлю ссылочку, и ссылочку имеется в виду. Подпишу вам название, чтобы сейчас не путать ни себя, ни вас. И это люкс, стопроцентный люкс, который пахнет, ну, просто великолепно. Опять же, тогда, когда нужно создать сдержанный такой вот лаконичный образ, но одновременно с этим, сделать так, чтобы ваш парфюм привлёк внимание. Здесь очень красивая кожа, но кожа, знаете, звучит не по-нишему. Здесь нет ничего такого, что, возможно, бы раздражало. Здесь нет ничего такого, над чем нужно думать. То есть, этот кожаный парфюм понравится даже тем, кто, возможно, и не знаком даже с кожаным направлением, кто, возможно, является новичком. То есть, это такая люксовая кожа, приятная и понятная каждому. И также чудесный цветочный блок, который великолепным образом обрамляет вот эту вот нежнейшую кожаную основу, можно так сказать, потому что по большей мере аромат мне на самом деле чувствуется кожным. Что самое интересное, в пирамиде здесь прописывают красную, ой, не красную, чёрную икру. Это прям вообще как-то очень интересно звучит в люксовом сегменте. Но, как таковой икры, я здесь не слышу. Здесь есть небольшая солоноватость, которая также красиво звучит вот в данной парфюмерной композиции. Это классный бюджетный люкс, который однозначно заслуживает внимания. Это тогда, когда не хочется платить много денег, но хочется звучать не как все. Следующая история, когда также хочется звучать не как все. Просто обожаю. Твилли от бренда Hermès. Я помню, у меня даже стоит в коробочке, я его не расчехляю, потому что мне настолько нравится это яркое жизнерадостное оформление. И сам аромат мне кажется таким же вот прям весёлым, звонким, заводным, но одновременно с этим абсолютно уместным в любую жизненную ситуацию. Я помню, я его впервые попробовала в Дьюти Фри Сочи. Мы улетали домой, и я его нанесла себе на запястье. Это было уже, не знаю сколько, года три назад мы, по-моему, жили там весной. И когда я прилетела, я поняла то, что я однозначно хочу эту прекрасную историю себе в коллекцию. Он, опять же, прост, но с изюминкой. Вот какая-то такая простота, которая вроде бы привлекает внимание, но не звучит как-то дёшево, не звучит посредственно. То есть это аромат, с которым не надо задумываться вообще, никаких танцевать танцев с бубнами. Но, как я уже сказала, это необычно, интересно и супер шлейфово. Здесь красивые цветы в сочетании с туберозой, но тубероза мягкая, тубероза кремовая, тубероза без её хищного напора. И очень красивый имбирь, который прям придаёт аромату такую вот, как я уже сказала, звонкость, остроту, задоринку, небольшую такую перчинку. И именно поэтому он звучит... он звучит необычно. Мне очень нравится звучание тубероза, оно настолько мягкое, настолько приятное, настолько уютное, что мне кажется, я ни в каком другом аромате такого прочтения этого цветка не встречала. Обычно это что-то такое прям супер-супер яркое, супер напористое, супер плотное. Очень красивый. Я, кстати, уже давненько задумываюсь попробовать остальные также фланкеры данного бренда, данного именно аромата. А благо их можно попробовать в размере 15 мл, да, то есть у этих флакончиков, это у меня такая маленькая 30-очка, а есть ещё 15 мл, то есть также 15 или 10, то есть такие вот travel форматы. Может быть, также разживусь, потому что я просто влюблена в эту историю. Следующий аромат, про который я вам хочу рассказать, у меня просто недавно было отдельное видео, но это тот парфюм, который меня влюбил, покорил, от которого я, если честно, не ожидала настолько бурных эмоций, но тем не менее, да, это так. Это у нас бренд Maison Arbache, аромат называется Joyeux Asmant. У меня прям целое видео, по-моему, было, я вам в красках рассказывала про этот Asmantus. Это чудеснейший аромат, который однозначно подходит под нашу сегодняшнюю тему видео. Это аромат на каждый день, аромат универсальный, аромат тогда, когда не знаешь, чего на себя надеть, аромат в офис, аромат на родительские собрания, аромат к врачу, к стоматологу, куда угодно, но это то, что пахнет максимально, крайне приятно. Я его обожаю, я в ближайшее время хочу познакомиться еще с какими-то ароматами от данного бренда, потому что это такой вот бюджетный, нишевый сегмент, который, как я уже сказала, по зубам многим из нас. То есть флакончики там стоят в районе 5-6 тысяч рублей, звучат они намного-намного интереснее. Для любителей, знаете, амуаж Дженни, это такой кремовый, абрикосовый асмантус, очень теплый, мягкий, обволакивающий, окутывающий, только если в Дженни от амуаж больше меда, больше сладости, этот уходит в такое, не уходит, он сопровождается такими свежими, хрустящими, зелеными нотами и как будто бы чуть-чуть такой сигаретной табачностью. То есть этот, в отличие от амуажа, более свежий, но у них очень схожие прочтения именно вот этой кожано-асмантусовой ноты. Я обожаю асмантус, как он пахнет в парфюмерии, конечно же, в природе он у нас вообще не встречается, и поэтому о этом запахе я могу судить только благодаря ароматам, которые содержат в той или иной мере данную ноту. Но то, что он всегда очень красивым образом оттенен вот именно таким сладким, спелым абрикосом, это всегда привлекает внимание, то есть асмантус всегда пахнет абрикосами. По крайней мере, я для себя сделала такой вывод. Очень-очень хорошо. Если вам надо что-то, что не как у всех, то обязательно присмотритесь. И последний на сегодня, это аромат от бренда Stéphanie de Bruyne, аромат называется Le Salle. Я его также буквально недавно обозревала прямо в красках, но спустя время, уже, наверное, прошло полгода, периодически ко мне прилетают вопросы по поводу данного парфюма, не изменилось ли моё мнение, не поменялся ли аромат. То есть, как бы хотели ещё раз обратную связь, потому что на самом деле очень многим он понравился. По моим описаниям, я в очередной раз буду петь Ode, потому что это чудеснейший, супер женственный аромат на тему пудры. Это пудра по типу герленовской, то есть, это то, что мы можем встретить в аромате Insolence, это то, что мы можем встретить в аромате Leur Bleu, то есть, это такая фиалковая, сладкая пудра, но одновременно с этим она как будто бы чуть-чуть пылит, то есть, такая пыльная пудра с ярко выраженным фиалковым аспектом. Что привлекает внимание в этом аромате? Он очень красивым образом как бы заслащивается, и в нём проступают ноты белого шоколада, которые просто гениально звучат рядом с этим вот пудровым женственным фиалковым аккордом. Я его носила прям вот в супер-супер жаркую погоду летом. Ну, как красиво! Он, знаете, такое ощущение, он создаёт вокруг тебя какое-то вот такое ангельское облако, и ты в этом облаке просто наслаждаешься жизнью. Очень-очень его люблю. Вот прошло уже полгода, люблю не меньше. Для тех, кто интересуется, поменялось ли моё мнение, нет, нисколько. Наоборот, приглянулся мне ещё больше. Если вам нравится герленовская пудра, если вам нравится пудра Insolence, но хочется чего-то не лоб в лоб похожего, а всё-таки с какими-то нюансами отличия, то обязательно присмотритесь. Очень-очень люблю, знаете, прям сижу, мне такое ощущение, что он мне великолепным образом подходит под мой сегодняшний образ. Я, наверное, всё-таки надушусь. Это очень-очень красиво. Несмотря на то, что сейчас у нас уже ноябрь, я его носила летом, я его носила тёплым сентябрём. Сейчас ноябрь, конец октября, на улице сыро-слякотно. Он будет не менее в тему, потому что он универсальный, как я уже сказала, как и все ароматы в данной подборке. На сегодня это всё. Если видео было вам интересно, актуально, конечно же, жду от вас обратную связь. Рассказывайте про ваши ароматы на подобную тематику. Возможно, что-то я приму к сведению. Делитесь вашими парфюмерными какими-то планами, обновками, вообще всё, что хочется сказать. Милости прошу в комментариях. Также поболтать мы с вами можем в любой соцсети. Подписывайтесь в Телеграм, ВКонтакте, где вам удобней. Я везде на связи, там я намного чаще. Я вас всех люблю, целую. Пока! До новых встреч!